Сегодня у меня на обзоре горячо любимая мною торговая марка Биолапс И у нас будут гель-лаки, а также вот такие модные и современные гели с эффектами Первым делом хочу вам показать номер 24, 25 и 26 Это светоотражайки, но не спешите страдать и переключаться, потому что таких у вас еще точно нет Номер 24 Это гель-лаки трехфазники, мы их наносим на базу И перекрываем топом Это ярко-малиновый цвет, он достаточно густой, у меня много блесточек, у меня много других частичек Наносится, как будто, знаете, как будто сразу торчат частички Но через секунду они как будто магнитом притягиваются и укладываются в ровную поверхность Но в любом случае нужно продублировать для того, чтобы закрыть какие-то пробелы, которые получились совершенно случайно Сохнет он достаточно быстро Продублирую вторым слоем, он становится темнее, насыщеннее вторым слоем Перекрываю топом, и он становится еще интереснее, потому что открываются все грани его перелива Вот так он смотрится при искусственном освещении Красиво он смотрится при солнечном и дневном освещении И сейчас я включу вспышку И вот так он смотрится при вспышке смартфона Следующий номер 25 Этой же серии Этот цвет совсем невозможно описать Потому что при одном освещении он зеленый При другом освещении он фиолетовый При третьем освещении он синий Он уносится точно так же Но мне, к сожалению, будет сложно передать красоту этого цвета Потому что он всегда будет другой Всегда Вот сейчас я его наношу Он какой-то такой невзрачный, какой-то серо-синий даже Я рекомендую все-таки наносить два слоя Тогда будет еще красивее Вот так он смотрится в один слой Просится Отправлю в лампу Добавлю второй слой Второй слой намного плотнее становится Цвет становится темнее Что-то темное, темно-синее Не могу я этот цвет описать Потому что он неописуемый Все распределяется равномерно Все блесточки Все наполнение распределяется равномерно Красиво А если еще сверху по топу втереть Такую же точно втирку хамелеон То это будет еще круче Этот гейлак просто бомбически будет смотреться В новогоднюю ночь Даже если не на все ногти наносить То можно выделить один ногото И это будет изюминка маникюра Перекрываю топом И проявляется такой как бы Аквариумный глубинный эффект Получается как будто Космическое какое-то Небесное пространство Вот так он выглядит При искусственном освещении При уличном освещении Дневного цвета Он будет выглядеть по-другому А сейчас я включаю Ночной режим Вот так он будет выглядеть При вспышке Это красота Просто все переливается Даже если не видны Вот эти светоотражающие частички Глазом То сам гейлак Очень красивый Он настолько красивый Что его хочется рассматривать И рассматривать Еще один не менее красивый Красавчик Номер 26 Описать мне его тоже Очень сложно Потому что он В какой-то момент зеленый В какой-то момент фиолетовый В какой-то момент синий В нем мелкие блесточки И синенькие какие-то кусочки Как будто битое стекло Все гейлаки на витражной основе Полупрозрачная Витражная основа Но она достаточно плотная Поэтому дает яркий цвет И вот так он наносится Он прям таки плотно наносится Сразу же Его можно нанести Также в один средний слой Но можно нанести Конечно же Так как вы привыкли Второй слой Всегда добавляет цвет И плотность покрытия Перекрываем топом И любуемся результатом Вот так он выглядит При искусственном освещении Всегда разный Всегда у него разный перелив Я не могу поймать все переливы Когда он синий Когда он зеленый Потому что это абсолютно Всегда неожиданно И неожиданно бывает Когда одна рука клиента Вдруг становится синяя А другая зеленая Сейчас я включаю вспышку Вот так он выглядит При вспышке Это красиво Те, кто не любит блестяшки Конечно пройдут Мимо таких цветов Но те, которые любят Блеск и сверкание Мимо этого пройти просто Не смогут Это точно Так как и я Я даже не знаю Какой мне нравится больше И вот так вот Они смотрятся При вспышке Как это Как это красиво Как это волшебно Это уже чувствуется Что скоро Новый год Скоро душевный праздник Тепла и счастья Всеми любимая призма В формате гель-лака При дневном освещении Это такой простой Такой серенький цвет Гель-лака Он не навязчивый Он не броский Он очень приятный Он совсем почти что не блестит Но как только он попадает В какие-нибудь лучи Искусственного освещения Вот как сейчас Он сразу превращается В радугу Два слоя Хочется нанести Его можно наносить На голубую подложку На какие-то пастельные Цвета гель-лака Он всегда будет Подстраиваться Под тот цвет гель-лака Под ту основу На которую Вы его наносите И всегда будет смотреться Очень красиво Придаст ноготочкам Такую вот Зеркальную Такую радужную Изюминку Я наносила Первые слои При вспышке Я забыла ее выключить Вот так он выглядит Без вспышки Я думаю Где же радуга А вот она Эта радуга Потому как я забыла Выключить вспышку А если включить вспышку Это не Цветоотражающий Гель-лак Он просто Очень-очень блестящий Но у него Очень мелкое Такое блестящее Мелкие блестяшки Очень-очень меленькие Поэтому красивые Вот так И вот так Вот так Вот такая радуга Сразу же Видна радуга Его можно использовать Как самостоятельное покрытие На все ноготочки Но если вам кажется Что сильно ярко Сильно Сильно броско То можно выделить Один ноготов А можно использовать Как основу Под какой-нибудь дизайн Например Под стемпинг дизайна Будет красиво смотреться Вот такая призма Все цвета радуги Которые Только существуют Эстафеты у нас Перенимают Кошки И они тоже Цветоотражающие Номер 005 Это серебряная кошка Ее можно наносить Конечно На любой цвет подложки Будет красиво смотреться Но чтобы было Совсем красиво И эффектно Я вам покажу Как всегда Показывают кошек На темном цвете Конечно Наносить можно На любой цвет подложки И это всегда Будет смотреться По другому И за счет того Что гель-лак плотный Он в один слой Ложится Очень плотный Его можно использовать Как самостоятельное покрытие Его можно использовать Как основа Под себя же самого Потому что Посмотрите Первый слой Насколько он плотный Но давайте Я отправлю его В лампу Магнит Буду обычно Использовать Вот такой Вот Хорошо И быстро Он высыхает Поэтому Не должно быть Никаких проблем С просушкой Он такой Гладенький Он гладенько Наносится Нигде Ничего не торчит Не топорщится Второй слой Посмотрите Какой красивый Он вроде бы Не сильно блестит Для тех Кто не очень любит Сильно блестящий Он прям Не сильно Переливается Чтоб так Прям сильно При искусственном освещении Вот так Как вы его видите Потому что Очень-очень Мелкий помол И такое чувство Что у него Два цвета блесток Потому что Одни чуть-чуть Поярче Одни немножечко Поспокойнее Так Давайте Промагнитим Посмотрим Как он работает Конечно На это Можно смотреть Вечно Как на угол Как это все Двигается Шевелится Гель-лак Достаточно Густой Поэтому Я рекомендую Магнит иметь Помощнее И не забывайте Чем дольше Вы играетесь С магнитом Тем у вас Гарантия Того Что нижний слой Гель-лака Который является Основой Может немножечко Подрасплавиться Подраствориться Под воздействием Первого Вот этого Верхнего слоя И может Скукожиться В лампе Поэтому Магнитим Быстренько И в лампу Я ставлю Вот так И отправлю В лампу Перекрываю Топом Такой эффект Можно оставить Как самостоятельное Покрытие А можно Использовать Как основу Под дизайн Например Стемпинг дизайн Или Например Что-нибудь Нарисовать Ну Или еще Что-нибудь Это очень Красиво Смотрится При обычном Освещении И давайте Включу Фонарик Вот так Он смотрится При фонарике 015 А мне нравится Вот такой Цвет Розовенький Это не розовое Золото Такое Просто Распределяется Прямо Равномерно Ничего Не надо Придумывать Можно В один слой Даже Нанести И так же Можно Нанести На любой Слой Подложки На этот Просятся Какой-нибудь Розовенький Какой-нибудь Пастельный Какой-нибудь Такой Камуфляж Красивенький Ну Можно Нанести Просто Два Слоя Одного Этого Цвета Добавлю Второй Слой Перекрываю Финишем Вот так Он смотрится При искусственном Освещении И включаю Вспышку И вот так Он смотрится При вспышке Здесь Очень красивый Получается Переход Вы его Видите В смартфон Плохо Потому что Это Невозможно Снять Здесь Он такой Нежно Серо Лилово Переходит Серебряный И это Я не могу Вам Передать Просто При съемке Как вам Это Передать Я не знаю Это Очень Очень Красиво 018 Это Такой Почти Что Черный Графитовый Я не знаю Существует Или Полностью Черный Причерный Цветоотражающий Но я бы Его назвала И черный И такой Графитовый Или темно-серый На черном Цвете Гель-лака Он будет Смотреться Конечно Темным Черным Прям Таким Даже Если Вы не знаете Что Это Светоотражайки Они Просто Смотрятся Красиво Без Каких-то Эффектов Без Каких-то Вспышек Это Такое Нежное Мерцание Очень Очень мелкие Блесточки Во-первых Наносятся Очень легко Наносятся Все равномерно И не нужно Долго Мучиться Даже Вот На такой Длинный Большой Типс Я Наношу Буквально Несколько Мазков И все Прекрасно Выравнивается Нигде Ничего Не торчит Отправлю В лампу Наношу Второй слой Просто Для того Чтобы Сделать Блик Такие деликатные кошки Деликатное Свечение Это не то Что видно Из космоса Вырви глаз Это для тех Кто любит Красиво Но боится Что сильно ярко Отправлю В лампу Перекрываю Топом И наслаждаюсь Результатом Вот так Выглядит При искусственном Освещении Включила Вспышку Вот так Выглядит При вспышке Интереснее Мне кажется Он даже Выглядит Когда я Смотрю на него Не через Экран Смартфона Очень Очень Мелкое Мерцание И красивый Переход От черного К серебру Такой градиент Как будто Вы его Очень долго И старательно Делали Но на смартфоне Это такой Сплошной блеск На самом деле Он будет Когда-то Виден Но не всегда Возможно Где-то В кафе Возможно Если Какая-нибудь Я не знаю Какая-нибудь Цветодиодная Лампа В темноте На вас посветит Я даже Не знаю Я таких случаев Пока Не наблюдала Вы только На это Посмотрите Красиво Так Вспышку Давайте Еще так Посмотрим Вот так Красотища Это какая То, что я вижу Глазами Мне нравится Больше Не то, что я вижу Через экран Смартфона Красота Вот такие Вот Кошечки Получились У нас Светоотражающие Вот так Они выглядят При вспышке А Вот так Вот они Выглядят И без вспышки Так И так Красиво Гей-лак Который Называется Флэш Он очень Хитренький Так что Обратите На это Внимание Это Такое Серебро На прозрачном Фоне Это Не Светоотражайка Это Серебряный Цвет Гей-лака Который Вы можете Использовать Как эффект Но Он Любит Холодные Цвета Гей-лака Он Любит Чтоб Вы его Наносили На Синенькие Голубенькие На Фиолетовые Но На Некоторых Цветах Гей-лака Он Может Давать Желтизну Поэтому Он Хитренький И Вы Должны Об этом Знать Вот Так Он Выглядит Без Добавится Добавится Блестяшек Он Не Светоотражайка Он Просто Очень Становится Такой Блестящий Блестящий Но Он Меленький Очень Меленький Этот Блеск Если Вы Хотите Его Использовать Как Эффект На Какой-то Другой Цвет Гей-лака То Можно Нанести Один Слой Если Хотите Чтобы Было Пожирнее Блесточек То Можете Нанести И Второй Слой Он Не Помешает Тем Более Блесточки Распределяются Видите Равномерно Нигде Ничего Не Прошивит Перекрываю Топом И Радуюсь Вместе С вами Можно Еще Перекрывать Неоновой Базой Это Будет Глубинно Я Не буду Рассказывать О том Что Можно Еще Сделать С Таким Эффектом Мы Потом Проэкспериментируем Отправлю В лампу Это Флэш Вот Так Выглядит Флэш Модная Новинка Этого Сезона Платье Нонгель Здесь У меня Номер 001 И Номер 002 Все Хорошо Закрыто Зафольгировано Так что Ничего Не Протечет Открываем И Обалдеваем От Красоты Это Гель С Фольгой Это То Что Сейчас Очень Модно На Пике Популярности Это Вот Просто Это Залипалово Это Очень Красиво Это Серебро Такое Серебряное Которое Не знаю Где они Такое Серебро Это Как Ртуть Наносим Обязательно На базу И Перекрываем Топом И Коварство Этого Материала В том Что Вам Нужно Иметь Другую Кисточку Отдельную Потому Что Такой Гель Он Конечно Очень Хорошо Проникает Внутрь Кисточки И Ее Нужно Будет Очень Очень Хорошенечко Потом Вымывать Такая Средняя Я не знаю Как эту Консистенцию Назвать Потому Что Эта Консистенция С Наполнением Выравнивается Это Все Самостоятельно Для Выкладного Френчика Это Будет Само То Не Бежит Не Течет Но Тем Не Менее Выравнивается Поверхность Вам Не Надо Будет Прям Отпиливать Что У вас Там Все Торчит И Мешает Все Выравнивается Самостоятельно Видите Даже Борки Держит Выравнивается За кистью Кистью Водите Он Там И Выравнивается Что Он Прям Сам Куда Хочу Туда Плыву Нет В нем Такого Нет Посмотрите Практически Никакого Не Нужного Опила Если Немножечко Еще Постараться И Под Выровнять Нормально То Вообще Не Нужен Никакой Опил Вот Что Мы Имеем Отправлю Лампу Сколько У нас Здесь Грамм 10 Здесь 10 Грамм Вот Здесь 10 Грамм Видите Надо Конечно Ж Хорошенечко Промыть Кисть Видите Частички Все равно Остаются Этот Номер 002 Понятное Дело Что 002 Это Будет У нас Золото Ну По Логике Вещей Желтушное Такое Золото Бывает Некрасивое Но Совсем Не Золотое А Здесь Вот Прям Вот Настоящее Золото Нормальное Человеческое Золото Не Какое Это Зеленым Матливом Или Каким Непонятным Настоящее Красивое Золото Среднее Я бы ее назвала Среднее Не густая Не жидкая Средняя Такая Консистенция Базы Каучуковая Наверное Думаю Все Тоже Самое Точно Так Наносится Но Не забываем Наносим На базу И Перекрываем Топом Давайте Просто Вот так Нанесу Тонким Слоем Вот как Он Наносится Тонким Слоем Если Просто Не Выравнивающим Слоем А вот Так Нанести То есть Даже Нормальной Кистью Вот Нормально Наносится Как будто Это Гель Лак Вот Такой Густой Уже Плотно Нанести Второй Слой И Немножечко Добавить Объем И Все Вот Смотрите Все Тут Чуть Нужно Только Возле Края Чтобы Не Был Торец Толстый Все Поправить И Все Больше Ничего Не Нужно Смотрите Как Красиво Красотища Там И Покрупнее И Помельче Хлопушки Это Фольга Это Ничего Не Торчит Это Ничего Не Цепляется Это Все Вот Так Выглядит Если Аккуратно Нанести То Понадобится Только Выравнивающий Слой Какого Нибудь Топа Можно Чуть Чуть Погуще Чтобы Можно Было Под Выровнять Если Вам Кажется Что Где-то Вы Как-то Неправильно Нанесли Но В принципе Все Наносится Достаточно Ровненько Аккуратненько Чинно Благородно Вот Вот Выглядит А Если Нанести Топа Побольше То Это Появится Еще И Стеклянный Такой Эффект Увеличительного Стекла Перекрываю Топом Остаточная Липкость Не Очень Жирная Такая Достаточно Комфортная Скользящая Поэтому Топа Он Много На себя Не Берет Аккуратненько Все Наносится Вот Так Выглядит Вот Так Выглядит Платин Гель Перекрытый Топом Я Не Знаю Как Так Получилось Почему Я Взяла Один Прозрачный Тип Другой Белый Так Было Не Задумано Вернее Так Не Было Задумано Так Получилось Случайно Ну Да Ладно Так Тому И Быть Красота Красотища Продолжение следует